Задержка международного финансирования военной помощи Украины показала, насколько реально есть Украина зависимая от денежных и военных поставок. Сейчас фактически на фронтах не хватает снарядов, и мы видим по сообщениям, что приходится сдавать частично позиции, особенно угрожающие ситуации в Авдеевке. Не исключено, что ее придется сдать. И все это происходит прежде всего из-за нехватки снарядов для артиллерии, минуэтных снарядов. А все почему? Потому что за два года, к сожалению, не смогли в достаточной степени нарастить производство собственных вооружений, которые бы обеспечивали нам стабильность в ведении боевых действий. К сожалению. И в этой связи еще больше настораживают все эти закулисные сообщения о якобы возможном снятии главнокомандующего Валерия Залужного, которому доверяет почти вся страна. Ну, это вносит тоже, прежде всего, неуверенность в действиях наших войск. У каждого есть, конечно, ошибки. И в том числе не лишен этих ошибок Валерий Залужный. Понятно. Это всем, да. Тем более, что война сложная. Постоянные нехватки вооружений, снарядов и так далее, и так далее. Но как чувствует себя солдат, который доверяет своему командиру, главнокомандующему, и которого вдруг поменяли? Как он будет? Например, он идет в бой с верой, в то, что его послал правильный генерал, который бережет своих солдат, который потечески заботится о состоянии армии, или новый человек, которого, ну, знает кто-то или не знает, но доверие это очень большая сила, которую нужно правильно использовать. Особенно на войне, в сложной войне. От доверия очень много зависит на фронте. Идти в бой, умирать с верой или просто, как человеческое мясо затыкает тобой дырки. И так же, самоприказ отступать. Или это происки врагов, или это действительно необходимое решение, которое обусловлено критической ситуацией на некоторых участках фронта. Поэтому, вот эти все, как бы, ревность какая-то, да, со стороны президента, ну, она, как бы, неуместна. Вообще неуместна. То же касается закона о мобилизации, принятие которого затягивается уже несколько месяцев. И я не вижу пока что быстро принятия этого необходимого закона. Люди нуждаются в ротации, наши военные. Они нуждаются в свежем притоке сил. Тем более, пока не обучишь солдат, пока пройдет боевое слаживание. Это проходит не один и не два месяца. Вот. А необходимый закон для страны затягивается. Почему? И напрашивается такое мнение, что вот кое-кто слишком заботится о своих политических рейтингах. Не хочет понизить эти рейтинги. Это во время войны мы должны думать о политических рейтингах. Я хочу вас спросить. Это рейтинг мы должны заниматься сейчас. О рейтингах думать. Почему так происходит? Я вам сейчас объясню. У нас в Верховной Раде и вообще в ООН в их советах. Кто находится? Представники бизнеса. О чем представитель бизнеса думает прежде всего? Даже в условиях войны. Он прежде всего думает о своей прибыли. Несмотря на войну. Несмотря на то, что жертвы. Причем каждый думает лишь о своей узкой прибыли. Например, что у товарища Петренко стало меньше, а у меня больше. И уже мне хорошо. И тем более, что это прибыль. Ради прибыли фактически. Потому что денег этим людям хватает. И налоги, они так само, как и до войны, с одинаковой степенью продолжают скрывать от налогового обложения. Это в то время, когда в бюджете нет средств. И когда все средства в бюджете мы пускаем на вооружение, на снабжение нашей армии. Это при всем этом. И эти люди руководят нами, боятся принять закон о мобилизации нормальной. Для того, чтобы не пошатнулись их рейтинги политические. Как это выглядит? Тем более, кто довел страну до такого плачевного состояния? 30 лет руководили страной представители бизнеса. Как они позаботились о нашем вооружении? Как продавались за долги и отдавались вооружения, ракеты, танки, которые теперь применяются по нам? Какие правительства? Из каких бизнесменов, которые сегодня в одной партии, завтра в другой? И не надо говорить, что придет другая партия, там будут более порядочные, толковые люди, более опытные. Это все вапша для дураков. Каждый из них, прежде всего, думает о своей прибыли. Все. Больше ни о чем. Сколько людей умирает гражданских, сколько военных, хоть вся страна. Они потом прибыль эту переведут в другие государства, европейские, юго-восточные, азиатские. И будут так само открывать там предприятия с другими наемными работниками и будут жить припеваючи. Все. Больше их ничего не волнует. Еще возможность что-то урвать из этого бюджета, который необходим сейчас для войны. Вот что такое представители власти в бизнесе. Как они заботятся о людях, о своих наемных работниках, которые работают по 10-12 часов, а то и по 14. молодые девушки и парни, которые уже в 30 лет у каждого проблема с ногами, с позвоночником, с внутренними органами, потому что это работа на износ. Для того, чтобы нормально жить сейчас, надо работать на износ. Это так, они заботятся о нашем поколении, о рождаемости, о здоровье нации и так далее. Только прибыль, и которая опускается даже сейчас, обманывают бюджет, опускают большую часть прибыли себе в карман. И не надо говорить, что вот, он столько-то помог армии, а сколько он украл, во много раз больше. И вот такие люди нами руководят. Они боятся принять нормальный закон о мобилизации. Они меняют главнокомандующего, которому доверяет весь народ, собирается. Пытаясь таким образом все беды свалить на человека, уважаемого, которому доверяет народ. Вот так вот происходит постоянно. Независимо от того, какая партия придет к власти. Потому что, прежде всего, нужно менять избирательную систему. Пропорционально от того, сколько у нас наемных работников, фермеров, работников села, жителей села. Сколько у нас военных. Вот сколько. Каждое представительство должно столько же быть и в парламенте нашем. и принимать законы, соответственно, не 7% или 8% представителей бизнеса, которые должны решать все проблемы наши. а в зависимости от того, сколько у нас разных представителей профессии. В такой сложной ситуации мы до сих пор не перевели страну на военные рельсы. мы ждем, что упадет с неба манна небесная, нам кто-то поможет, Европа поможет, Соединенные Штаты помогут, все нам должны помочь. А сами мы уходим от благообожения, пытаемся в такое же время что-то потянуть с бюджета или от дозвильных процедур. Как-то это само собой все должно решиться. Без наших усилий. Почему-то Россия не стесняется привлекать наших детей, которые учатся в школах на купированных территориях. Они на уроках труда уже собирать будут беспилотники. А мы стесняемся нашу молодежь привлечь к работам, принудительным на оборонку. И потом среди населения все чаще слышны разговоры не о победе уже, а о том, чтобы скорее закончилась война. Но если вы учитываете мнение народа, если вы не можете создать условия для того, чтобы стране или за ее рубежом производилось достаточное количество вооружений, если вы не можете принять вовремя нормальный закон о мобилизации, чтобы комплектовать нашу армию достаточным количеством военных, то каким образом вы можете говорить о победе, о какой победе? Тут бы хотя бы не оставить новые территории, отстоять то, что не отдали. Сейчас нечем отстреливаться нашим военным на фронтах. А мы до сих пор не можем принять решение нормальное, жесткое, потому что боимся потерять политический рейтинг. Это как называется? Это очень дурно пахнет. Очень. Такое время. если вы не можете создать условия для победы, то садитесь за стол переговоров. Не губите людей, не губите страну, которая продолжает разрушаться. и скажите в конце концов людям правду. Сначала мы говорили и верили в то, что перемога будет в прошлом году, наступление. А теперь о чем мы говорим? О чем? Идеологическая работа тоже поставлена в стране далеко не лучшим образом. Те пассионари, те люди, которые в первые дни войны записались на фронт, их уже больше части давно уже нет. Сейчас остались те, кто не слишком хочет воевать. А в России у них больше населения и таких людей все-таки хватает. В большей степени. Они не боятся умирать за земли, которые они считают своими. Они не боятся. А наши боятся нормальные законы о мобилизации принятия. И каждый готов, почти каждый второй готов уехать куда угодно, лишь бы подальше подальше. Ну вот хорошо, если вы хотите уехать, то давайте мириться. Не надо создавать в обществе нереальные картины о том, что мы победим и сколько это будет продолжаться. Если общество не готово защищать, умирать за свою землю, если нет для этого предпосылок, а их фактически нет, потому что вот эта помощь, сегодня мы помогаем, а завтра мы не помогаем, потому что у нас есть свои проблемы, нас есть свои вооруженные силы, которые должны быть хорошо обеспечены, это правда, потому что каждый думает больше о своей стране, а то, что Украина ослабила Россию, да, спасибо вам, спасибо, в такой ситуации, когда мы всецело зависим от иностранных поставок, когда мы не смогли до сих пор наладить в достаточной степени свое производство вооружений, мы должны по-другому себя вести, мы должны все общество мобилизовать и перестроить экономику на военный лад, о чем давно уже говорилось, но до сих пор это не было сделано в должной степени создать нормальные мобилизационные законы и мобилизовать все общество. Если мы этого не делаем, то тогда не нужно людям вешать лапшу на уши, говорить о победе, а нужно садиться за стол переговоров и подписывать на тех условиях, на которые согласен противник, иначе мы еще больше загубим людей, еще больше территории утратим. Вот таким вот образом. Вот так печально обстоят дела, к большому сожалению. Я надеюсь, что руководство выше руководства страны все-таки перед лицом опасности начнет действовать более решительно и продуманно. Не создавать ажиотаж там, где его не нужно и правильными законами мобилизовать общество на победу в этой тяжелой кровавой войне. мобилизовать много тех ênt им мобилизовать в этой ости по лог войне